С сегодняшнего дня и до пятницы в столице Татарстана, Казани, проходит саммит Брикс. И в эти дни там введены беспрецедентные меры безопасности. В Казань для охраны саммита стянуты дополнительные сотрудники правоохранительных органов из других регионов. Местное население должно носить с собой паспорта. Также жителям настоятельно порекомендовали не появляться на улицах на старых автомобилях. Татарстанские силовики в преддверии саммита припугнули местных активистов, чтобы те даже и думать забыли о проведении каких-либо акций. В Казани активистам начали разносить предупреждение о недопустимости участия в несогласованных акциях перед саммитом Брикс. Если не застают в квартире, оставляют повестку с требованием явиться в прокуратуру. Также поступают сообщения с угрозами. Вот один из многих примеров. В воскресенье утром силовики пришли в гости к журналистке. Наиле Муллаевой, которая часто и много критиковала власть. Сотрудники ЦП, Главное управление по противодействию экстремизму, пришли к казанской журналистке сегодня утром и провели опрос о ее последних двух годах жизни и о ее планах по местонахождению в октябре. Визит предварительно связан с будущим саммитом. Повестки предупреждения разосланы заблаговеренно всем, кто хоть как-то высказывался против кремлевского режима. По закону такие письма высылаются только в случае, когда есть подтвержденные факты о готовящейся акции. А по факту их просто раздают всем неугодным. На практике в России достаточно просто голословных утверждений, что лицо такие намерения имеет. То, что в числе наиболее опасных проявлений экстремизма в одном ряду перечислены несогласованные публичные акции и массовые беспорядки, указывает на то, что в России любая протестная акция криминализуется и объявляется проявлением экстремизма. На время саммита закрыты школы, вузы, а также госучреждения. В детских садах работают только дежурные группы. Студентов нескольких казанских высших учебных заведений отправили на дистанционку и выселили из общежитий задолго до начала саммита. Центр Казани полностью перекрыт. Подобные ограничения и рассылка писем предупреждений уже имела место ранее в регионе. Весной 2022 и 2023 года подобные меры воздействия, но в версии «Лайт» уже применялись к казанским активистам, которые своими протестами могли испортить впечатление гостей столицы Татарстана от Международного экономического форума «Россия. Исламский мир». Татарстанские силовики хотят добиться полной тишины от местных активистов, так как это необходимо Кремлю. На саммите в Казани Путин ждет лидеров 24 стран. Это демонстрация того, что Путин не в одиночестве и что санкции его не касаются, а глобальный юг готов взаимодействовать с Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин